Всем хай, с вами Юджин и сегодня мы с вами играем в Кроссаут. Знаете, есть фраза «Ошибка выжившего». Так вот, в этой игре единственный выживший, кто будет, скорее всего, допускать ошибки, это я. Поэтому будет весело. И для тех, кто не знает, что такое Кроссаут, я в двух словах расскажу. Это игра в постапокалиптическом сеттинге, где игроки берут на себя роль выживальщиков, которые сражаются друг с другом на самодельных автомобилях-убийцах. Кто-то собирает машины из говна и палок, как я, например, а кто-то грамотно использует огромный набор различных деталей, орудий и приспособлений, чтобы создать просто бешеных монстров, готовых сожрать полпланеты прямо сейчас, а потом делать выстрелы и взрывы. Но вот у меня почему-то в прошлых видео по этой игре вы могли видеть, как машины спариваются друг с другом, переворачиваются и всё. Я не знаю, почему-то у меня не так, как у других игроков. Возможно, у меня другая версия Кроссаут, кто его знает. Но самое главное, то, что я сейчас вам показал уже, выглядит в разы лучше теперь, поскольку игру полностью перелопатили. Новая физика, новые шейдеры, рейдеры, трейдеры. Всё круче выглядит. Сейчас мы будем с вами вместе, это впервые лицезреть. И я вижу, что ты уже хочешь поиграть в эту игру сам, поэтому качай её по ссылке в описании и забирай крутые подарочки. А я тоже люблю подарочки, поэтому влепи лайк этому видосу прямо сейчас. А мы приступаем. Я уже подготовил для вас машину, на которой я вступлю в бой. Не, доктор Ливси слишком имбовый, чтобы играть им. Я же должен дать своим соперникам хоть какой-то шанс. Давайте выберем что-нибудь другое. Такое же мощное, но сбалансированное. К счастью, у меня есть целый список креативнейших чертежей. И сразу отвечу на вопрос, да, я сам их собрал. И отвечу сразу же на второй вопрос, да, я соврал. Мне просто дали аккаунт с крутыми чертежами. Но, знаете, лётчику-асу не обязательно знать, как проектировать самолёты, чтобы грамотно ими пилотировать, верно? А пилотировать я буду очень грамотно, поверьте мне. И, кстати, о полётах. Что-то мне подсказывает, что с этой тачкой мы будем парить, как ястребы. А тем временем нас уже кинуло в бой. А я не успел толком изучить машину. Ага, судя по всему, мы пуляем чем-то очень разрушительным. Хорошо, огненные канистры, получается. Давайте-ка в сторону. Как она-то делает так? Вот видите, сколько эмоций дарит тебе игра, когда ты отказываешь её предварительно изучать. Просто сплошные сюрпризы. Как так получилось, что из всех, кому могло это прилететь, прилетело именно мне? Что-то моя машина раскалена до предела. Интересно, каково водителю внутри? Есть хорошая новость. Машина остыла и теперь горит лишь точечно. А плохая новость это то, что точка это кабина водителя. Пора бы запульнуть канистру вдаль. Вдруг она попадёт в кого-то так же случайно, как в меня попало. Ау, щит. Меня лишили моего оружия. Блин, ну раз мне нечем стрелять, тогда сделаем так. Подъедем кому-нибудь втихаря и взорвёмся. Ау, походу мысли материальные. Надо размяться влево, вправо. Что ты делаешь? Не мешай мне упражняться. Мне кажется, с такой точил лучше где-то стоять в укрытии и стрелять из-под тяжка. Вот сюда, например. Ну-ка. Оп. Хорошо. Попал прекрасно. Там сейчас кто-то полыхает. Давайте догоночку ему кинем. Я чувствую, что я промахнул. Чувствую, что меня решетят. Ну ничего, ничего. Встретим его бензинчиком. Подзаправить тебя? Так, что-то он ко мне подъедет. А, пускаем газ. Видимо, я не знаю, что означает эта иконка противогаза. Наверное, я раздаю его всем, чтобы не чувствовали, как я обсираюсь. Только непонятно, это мое пламя? Оно зеленое какое-то? Нет, по цвету моего взрыва точно видно, что это не мое пламя было. И тут сразу понятно, что эти два пламени несовместимы. Поэтому я и сдох. Я тут заметил, что все машины в моей команде слегка подходят друг другу по типажу. Эта игра, знаете, словно тиндер для машин. Она подбирает вам самую подходящую пару. Может быть, и я найду себе кого-нибудь такого же горячего, как и я. Вон, кто-то уже едет в мои пламенные объятия. Я промахнулся. Опа! Вот это было хорошо. Четенько в яблочко попал. Смотрите, он раскален и воняет. Воняет зеленым чем-то. Фу, фу. Жечь. Жечь этот гниющий труп. Ааа, черт подери. Сзади подъехал, подорвал мне всю сраку мою. Ой, сзади... Оу. Меня свайпнули влево. Двойной бросок. Мой враг не ждет, что ему прилетит. А ему прилетит. Если только он поближе подъедет, тогда ему точно прилетит. Сейчас, 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 сейчас. Блин, ну вода, мне кажется, сразу его потушит. А это не то, что я хочу. Хочу, чтобы все шло по моему плану. Давайте кину посмотрим, как это будет работать. А! Оу! Сзади напал. Ну как ты делаешь так? Зачем? Сейчас я тебя за это подпалю. Вот, гори, сволочуга. А, он пытается меня заторанить. Я маневрил. Вот, переманеврил все, себя в том числе. Ааа, нет. Он царапает меня и держит тросом. Что-то надо с этим делать. Так, хорошо, сейчас просто запустим в него канистры. Гори, бич. Чего он не горит? Он будет гореть в аду. Только игра началась, и уже палево какое-то происходит. Ой-ой-ой, огонь летит сверху. Я хоть и пуляюсь огнем, но я сам его ненавижу. Терпеть не могу просто. Вот что значит заниматься нелюбимым делом. Ну, это все мой отец. Он такой, в смысле ты не хочешь пуляться огнем? Ты хочешь опозорить честь семьи? Мы огнем металли целыми поколениями. И ты что, хочешь прервать мой рот? Да я порву твой рот. Быстро взял канистру с бензином и пошел пулять огнем. Хорошо. Послушал, блин, папку. Теперь вот вылыхают тут все. Ну, в большей степени я. Так, надо чем-то запульнуть. Че я тут стою болтаю просто так. Ой-ой-ой, боже мой, летит. Так, вон там один стоит, одинешенько. Отбился от стаи. Ой, хреновый, стрельнул. Курсор просто что-то сдвинулся. А вот он сейчас хорошо стрельнет. Я пока не понял, для чего этот газ нужен. Но когда я его активирую, становится гораздо легче. Вот, хорошо попал. Вот это я попал. Так, тихо. Ай, ну куда ж ты по мне стреляешь, а? Ну ладно, это дружественный огонь. Единственный огонь, который меня не поджигает. Слушайте, а может поэтому никто не дохнет от моих выстрелов? Потому что у меня дружественный огонь в канистрах? Ладно, что это я себя принижаю? Я неплохо играю. Посмотрите, видите, коц это чувак. Вот выехал, получил, покраснел весь как рак. Ой, я уничтожил. Вот, не мое первое уничтожение, а я. Я уничтожил сам себя. Сгорел в собственном пламени. Спасибо, папа, за жизненный совет. Пульнем одновременно. Вот в тебя, например. Хорошо, хорошо. Да, пусть я немножко коцаюсь. Но мы виляем, обдуваемся витришком. И сейчас... А, противогаз, чтобы тушиться. Все, наконец-то я понял. Так, хорошо. Ес. Спасибо. Ой, стой, стой, стой. Нельзя сюда заезжать. Надо быть аккуратным. Ой, тут стреляют. Эта перестрелочная уже занята. Вон шашлычок едет. Давайте-ка пустим огонька. Покраснел. Потому что нервничает в моем присутствии. Ну-ка пойдемте. О, чертила какая. Гореть тебе? И он меня испугался. А, прям в бочину всадил. Ну, сейчас ты будешь гореть за это. Не совсем попал, но я их поджег все. Я несу потери им уничтожения. Есть. Сразу поддержка, соцпакеты, страховка. Все получил, наконец-таки. Победа! Есть! Смотрите, очки дают. Очень много очков. Получим, деньги дали. Мне нужно купить несколько канистр с водой. Тушить себя. Врага подороже. Стреляем. А, так ты мне сбил прицел. Зачем ты мне прицел сбил? Мне при рождении его еще сбили. Корабль мне отомстил. Вот враг сзади. Сзади. Да господи. Только себя и поджигаю. Оп, спрятались за спинкой своего старшего братца. И он за нас отомстил. И мы снова победили. Давайте попробуем другие чертежи. Что-нибудь вот такое. Что это? Такие звуки, как будто бы я бутылки с под шампанского открываю. О, смотрите, что это за уродство стоит? Как будто это я сделал. Слушайте, по-моему, это я сделал в прошлом выпуске. Слушайте, я стреляю по ней, она не уничтожается. А вот моя копия очень даже уничтожается. Погодите, вот это уродство, которое я сделал, прочнее, чем я. Хотя на мне нарисован значок щита. Как бы символизирует то, что я очень крепкий, сильный. Ладно, эта машина не такая маневренная, как предыдущая. Но тоже неплохо. Можно привыкнуть. Ко мне приближается ракета. Надо спрятаться за зданиями. Ага. Что, это неизбежность? Типа, это роковая ракета? Что бы я ни делал, она все равно в меня прилетит. Пу-пу. Вот вам шампанское открываю по случаю встречи. Надо снести мы бластеры. Раз, раз, раз. Стреляем, стреляем. Я искрюсь, я словно бенгальский гонек. И правда праздничная машина? Всех с Новым Годом. Чокнемся бокальчиками, а? Черт, он снес мне абсолютно все. Я не могу стрелять теперь. Помогите, убейте друг друга. Только меня не трогайте, пожалуйста. Все, давай, уезжаем, уезжаем. Два колеса осталось. О, даже три. Все, ползайте себе спокойно. Главное, что можешь ехать. Победа и поддержка. Я свое сделал. Это самое главное. А, ну куда ты едешь? Посмотрите, что это за машина. Сам делал, сразу видно. Лично я покупаю готовые сборки. Я могу себе это позволить, ведь я стильный, современный, постапокалиптический бизнесмен. Я достоин только автомобилей премиум класса АС. От английского слова Ж. В корпус этой малышки вмонтированы открыватели шампанского. А когда собираются друзья, из меня выстреливают множество красивейших фейерверков. Да, я излучаю успех, и люди ко мне тянутся. Ведь я стильный, современный без... Оу, это что за деревовоз? Оу, видимо деревовоз. Это ночной кошмар всех водителей на шоссе. Вон едут, убить, убить. Вон деревовоз сражается с врагом. Помогать, помогать. Деревовоз возит врага на своей спине. Стреляй. Держи, держи, держи. Держи его на себе. Давайте, ребят. Кушать подано. Умница. Это было очень весело. Победа, да? Есть. Ну что ты едешь ко мне? Ну ты же подохнешь. Посмотри, как ты разваливаешь. Это же жалкое зрелище. Ты ничто по сравнению со мной. И с моим другом. Теперь ты уничтожился мною. Продолжаем уничтожение. Дерево уничтожено. Где все? А, вижу по карте, вон. Поеду туда. Смотри, прям в лицо. Вот эффект. Надеюсь, я делаю плохо им. Повернись сильной стороной. Сильная сторона тут же дала слабину. Пробили мою броню и обнажили все мои комплексы. Но вы знаете меня. Я мастер превращать свои недостатки в достоинства. Чтобы потом потерять его в глазах врагов. Пока что мы очень хорошо идем. Давайте теперь пробовать другую машину. Вот это я понимаю. Докадать проверим, что она дает. Не знаю, что она дает. Но я бы хотел, чтобы она дала плюс 100 к скорости. О, хо-хо-хо-хо. Это машина сюрприз. Я понял. И первый сюрприз. Он слишком тяжелый для боя. Придется убрать всю упаковку. Жаль. Это, знаете, все равно, что дарить ребенку содержимое киндер-сюрприза без шоколада. В целом, его устроят, если он никогда не узнает о том, что должен быть шоколад. Вот же я представляю этого человека, которому всю жизнь дарили киндер-сюрприз, но лишь игрушку. Какой будет его шок, когда он узнает правду. Это будет пострашнее, чем когда он узнал, что Деда Мороза не существует. И здесь часть моих зрителей только что повзрослела. Поэтому, если вы в комментариях увидите, что кто-то пишет спасибо за детство, знайте, это сарказм. Но, знаете, я подумал, что страшнее гораздо преподносить ребенку киндер-сюрприз и говорить, что это игрушка, внутри которой шоколад. Это просто сплошная хохма для токсичных родителей. Смотреть, как их чадо грызет эту пластмассовую хрень в надежде, что доберется до шоколада. Это не киндер-сюрприз, а киндер-погрыз. Напиши в комментариях, хотел ли бы ты, чтобы я выпустил свой собственный киндер-погрыз. И если бы я такой продукт выпустил, купил бы ты его? И кому бы ты его подарил? Ладно, что-то мы заболтались, пора воевать. Я тут ее подрассобрал, чтобы она была не тяжелой. Теперь это просто обычный грузовик. Ничего особенного. Ну, ну, розовый еще, что весело. Ты что лежишь? Он меня приветствует? А, на буксир приехал, вот, благодари. Я, походу, буксир. Какая говняная у меня конструкция. Я не могу стрелять никуда, кроме как в бок. Это так неудобно. Вот только если такой чувак будет еле ползти, да, тогда я смогу попасть. Даже добился поддержки, ничего себе. Я думаю, мне проще стоять на месте, я как турель. Вот здесь выезжаю так медленно и стреляю. Захватывают мою точку? Блин, мою точку, не кати бочку. Да оттарай меня сколько хочешь, я огромная фура. Ой. Ёлки зелёные. А теперь я просто дальнобойщик. Там далеко-далеко подорвался мой грузовик. Я Педро, мексиканский водил-то. И я не соблюдаю дистанцию. И я въеду вам взад. Будьте уверены, это будет жёстко. Ай, мискузи. Это вообще мексиканское слово. Ну, я человек не слово, а дело. И вот сейчас я хочу, чтобы тебя задело. Мои чили перчики тебя подожгли. В принципе, я своё дело сделал. Я так понимаю, больше я не нужен. А это что за куча говна? В прямом смысле. Невидимая куча говна. Ты не заметишь, как вступишь на меня. О, нет. Меня смыли в канализацию. Я говняшка в луже мочи. Омерзительно. А, смотрите, я мины пускаю. Сейчас я вам тут изговняю всё. А ну-ка, проанализируй этот кал. Не трогай говно, вонять не будет. Я тебе чё сказал, а? Видишь, ты уничтожился. Не послушал мой совет. А я говна не посоветую. Вот так вот он едет и не знает, что говно случается иногда. Внезапно. Братиш, я тебе покушать принёс. Вот. Хочешь меня потрогать? Хорошо, давай, потрогай. Скушай меня, давай, давай. Что происходит здесь? Просто все уничтожается вокруг. Я просто продолжал закидывать всё бомбами. Вот такой замер. Смотри, поддержка, поддержка, поддержка ещё. Кто-то ещё у меня вляпался только что. Моя команда даже не знает, что это я помогаю им. Даже после смерти все вляпались. Знаете, взорвать меня, это всё равно, что кинуть на вентилятор. Запачкаются все. Я оставил наследие. Я наследил. А, боже мой, это было очень забавно. Я надеюсь, что вы повеселились, уж я-то точно. Игру реально круто переработали. Она стала действительно сочнее выглядеть. Поэтому качаю бесплатно по моей ссылке в описании и забирай крутые подарочки. Больше видосов по кроссауту вы найдёте в этом плейлисте или в описании под видео. Ну а с вами был Юджин, друзья. Спасибо большое за лайк. Если у тебя сегодня день рождения, то поздравляю. И напоследок, конечно же, даём друг другу мощнейшую петюлю. Вы готовы? Раз, два, три и пять.